За последние несколько лет лотерейный рынок претерпел множество изменений, включая новый закон и избрание оператора лотереи. В 2018 году оборот единого оператора Сетт Жилдыс превысил совокупный доход порядка 70 прежних компаний. Однако обложение данного вида деятельности НДС в 2018 году ударило по отрасли, только набиравшей обороты в течение двухлетней деятельности. О подробностях расскажет Гульбадам Назбенова. В прошлом году акционерное общество Сетт Жилдыс запустило Центр лотерейной отчетности и обработки лотерейной информации, что позволило государству в лице Министерства культуры и спорта в режиме онлайн наблюдать за поступлениями в бюджет и выплатами, выигрывавшей победителем. Оборот Сетт Жилдыс с 2017 года составил 10 миллиардов тенге. Поступление в госказну почти 3 миллиарда тенге. Отчисления для развития спорта 290 миллионов. Напомним, что Сетт Жилдыс вместо 10% обязательных отчислений для спорта по собственной инициативе перечисляет 15%. А количество трудозанятых людей в лотерейном бизнесе 5000 человек. По словам представителей компаний, в мировой практике лотерейные компании обязуются вносить вклад в спорт, образование и другие социальные направления. Это и является налогом. Ситуация с НДСом крайне плачевная. Почему? Потому что НДС начисляется на все наши продажи, а это означает в том числе и на призовой фонд. По закону призовой фонд не должен быть менее 50%. Призовой фонд составляет порядка 70%. При этом вы должны понимать, что 12% он взимается со всех 100%. В невыгодных условиях также остаются и 3000 партнеров Сетт Жилдыс. Это агенты-распространители лотерейных билетов, за продажу которых они обязаны оплатить патент в размере 3%. Получается поправки – это отмена НДС и работа по патенту для малого и среднего бизнеса. Сейчас они в невыгодных условиях, потому что идет высокая ставка налогообложения. В эти дни в Можелисе как раз обсуждается закон о лотереях и лотерейной деятельности.